Хукмастер Как правильно заниматься на данном тренажере Рассмотрим его основные преимущества и недостатки А также покажем базовые упражнения на нем Погнали! Принцип работы тренажера основан на имитации траектории ударного движения под нагрузкой Спортсмен вращает рукоятку, при этом ее траектория меняется в зависимости от направления движения При движении руки вперед рукоятка двигается по лептической траектории Включая в работу все мышцы, задействованные при ударе При движении руки назад рукоятка двигается по сокращенной траектории Что позволяет быстро вернуть руку в исходное положение На тренажере предусмотрен ряд регулировок Верхнее плечо, отвечающее за длину удара Нижнее плечо, отвечающее за траекторию удара Нагрузка, отвечающая за изменение момента вращения рукоятки Педаль, поднимающая тренажера Педаль, опускающая тренажера Правильная настройка этих регулировок Напрямую влияет на комфорт и эффективность тренировок Рассмотрим несколько упражнений для тренировки удара в классическом боксе Тренирующийся встает на платформу двумя ногами в классическую боевую стойку Передняя нога чуть сдвинута влево относительно центра рабочего механизма Слегка развернув носок к рукоятке Задняя нога чуть сдвинута вправо Для боксеров рекомендуется неактивную руку во время тренировки держать на уровне челюсти Чтобы максимально приблизить положение тела к реальному бою Важно принять правильное положение перед тренировкой Если вы станете слишком далеко от рукоятки То в конечной точке траектории вращения спортсмену придется тянуться за ручкой Что повлечет за собой заваливание тела в сторону нанесения удара Расположение слишком близко к рукоятке Увлечит сложность возврата кулака в исходное положение Тем самым повлечет за собой чрезмерное отклонение корпуса назад Перед началом тренировки необходимо правильно подобрать нагрузку Для оптимального тренировочного процесса Выбор нагрузки зависит от типа тренировки Для наработки сильного и взрывного удара при поступательном движении Необходимо обеспечить резкое сокращение мышц при движении руки вперед И ее плавное возвращение назад Тренирующийся вращает рукоятку Акцентируя при этом больше усилий на поступательном движении И меньше на возвратном Если нагрузка не позволяет добиться необходимой скорости При совершении ударного движения Для облегченного возврата рукоятки в исходное положение Лучше понизить нагрузку Преимущества и недостатки Ключевые преимущества тренажера заключаются в том Что он максимально приближенно имитирует ударную технику спортсмена Прорабатывает удар в каждой точке траектории движения Вырабатывает мышечную память для взрывного удара Позволяет отрабатывать различные траектории удара Отсутствует риск получения травм И чрезмерной нагрузки на локтевые и плечевые суставы Недостатки Рекомендуется крепление к полу во избежание вибрации тренажера Отсутствует индикатор пульса спортсмена Тренажер подстраивается под рост спортсмена и физические возможности Это означает, что высота тренажера подбирается так Что рукоятка должна быть чуть выше уровня груди спортсмена Вращение рукоятки должно начинаться с вращения корпуса спортсмена Тем самым подключая все тело для более эффективного выполнения ударного движения Свободная рука согнута в локте и находится на уровне челюсти Для тренировки бокового удара и увеличения нагрузки на мышцы Сдвигаем нижнюю регулировку, тем самым увеличиваем радиус движения Длину удара необходимо менять в зависимости от длины руки тренирующегося А также в зависимости от типа тренируемого удара Сейчас спортсмен продемонстрирует, как при уменьшении длины верхнего рычага Можно тренировать акцентированный короткий боковой удар При этом большую нагрузку испытывает мышцы спины и плечевого пояса И уменьшается нагрузка на руки Для того, чтобы сменить тренируемую руку, необходимо переместить фиксатор Направляющего плеча на противоположную сторону Положение кулака во время тренировки рекомендуется доворачивать в сторону удара Тем самым уменьшая нагрузку на сустав Уменьшение радиуса движения ручки акцентирует воздействие на мышцы рук в поступательном направлении Для качественной проработки мышц плечевого пояса и рук рекомендуется Менять радиус удара во время тренировки, меняя при этом тренируемую руку Тренажер обладает уникальной возможностью отрабатывать стартовое движение рукоятки Под нагрузкой в любой точке траектории движения Тем самым у спортсмена тренируется мгновенная мышечная связь Мышечное сокращение на короткой дистанции Повышается эффективность каждого удара Для тренировки мышц необходимо вращать рукоятку в противоположном направлении Увеличивая силу при возвратном движении кулака И уменьшая ее при поступательном движении В мире профессионального бокса имеет место ряд травм Такие как вывих локтевого сустава, плечевого сустава, растяжка связок плеча, суставной сумки, травма кистевых суставов Для закачки этих связок, их восстановления и укрепления, а также безопасной нагрузки локтевых и плечевых суставов И качественного кровопритока В тренажере уже задана ограниченная траектория движения По нагрузке и спортсмен не будет испытывать чрезмерно растягивающих ощущений и пронизывающих болей Для этого необходимо в фазе удара совершать возвратно-поступательные короткие амплитудные движения Если вы планируете использовать тренажер в качестве кардионагрузки на мышцы плечевого пояса, рук и спины Рекомендуется осуществлять тренировку в размеренном темпе При этом не меняя скорость вращения рукоятки И прилагать одинаковое усилие на поступательное и возвратное движение Тем самым обеспечив сбалансированную нагрузку на мышцы верхней части тела Нарабатывается скоростно-силовая выносливость, нервно-мышечная связь и дыхание